здравствуйте дорогие студенты сегодня у нас тема называется история развития робототехники основные вопросы плана темой это первое у нас возникновение и развитие робототехники основные факторы сопутствующие возникновению и развитию мехатроники робототехника от слова робот и техника английский роботикс прикладная наука занимающийся разработкой автоматизированных технических систем робототехника опирается на такие дисциплины как электроника механика информатика радиотехника и электроника робототехника это область науки и техники до ориентированная на создание роботов робототехнических систем построенных на базе мехатронных модулей информационно-сенсорных исполнительных и управляющих работы и робототехнические системы предназначены для выполнения рабочих операций от микро до макро размерности в том числе замены человека на тяжелых утомительных и опасных работах в дальнейшем да в дальнейшем мы будем рассматривать и другие определения мехатроники и робототехники в этих определениях особо подчеркивается интеграционная сущность мехатронных систем основы построения которых заложена идея глубокой взаимной связи механических электротехнических электронных компьютерных и информационно-измерительных компонентов объединенных общей интеллектуальной системой управления все выше указанные относится к современной робототехники поэтому наиболее распространенными графическим символом мехатроники стали три пересекающиеся круга помещений во внешности оболочка производства менеджмент требования рынка да мехатроника это у нас область науки и техники основная на системе системном объединении узлов точки механики датчиков состояния внешней среди и самого объекта источников энергии исполнительных механизмов усилителей вычислительных устройств эвм и микропроцессоров мехатронная система это единый комплекс электромеханических электрогенравлических электронных элементов и средств вычислительной техники между которыми осуществляется построенный построенный динамически меняющийся обмен энергии информации объединенной общей системой автоматического управления обладающей элементами например искусственного интеллекта да теперь мы с вами будем рассматривать виды виды робототехники виды робототехники это у нас строительные промышленные авиационные бытовая экстремальные военные космические подводные да немного из истории робототехники да в основу слова робототехника легко слово слово робота придуманное в 1920 году чешским писателем Карелем Чапиком для своей научно-фантастической пьесы РУР да сокращенно да росумские универсальные роботы да впервые поставлены 1921 году в Праге и позволяющиеся успехам у зрителей в ней хозяин завода налаживает выпуск множество андроидов которые сначала работают без отдыха но потом восстают и губят своих создателей примерный показ пьесы показан робот это от чешского слова работа да подневольный труд или раб от слова роб да автоматическое устройство созданное при принципу живого организма да действуя по заранее заложенной программе или получая информацию о внешнем мире от датчиков аналогов органов чувств живых организм робот самостоятельно осуществляет производственные и иные операции обычно выполняемые человеком при этом робот может как и иметь связь с оператором да получать от него команды так и действует автономно да что такое андроид слово андроид нам очень близко да каждый день мы встречаемся со словом андроид а у нас телефоны с помощью операционной системы андроид андроид это от греческого корня слово человек мужчина и суффикс слова подобие да человекоподобный в современном значении обычно подразумевается человекоподобный робот классы роботов делится на манипуляционные стационарные передвижные да автоматическая машина состоящий из исполнительного устройства в виде манипулятора имеющего несколько степеней подвижности и устройства программа управления которые служат для выполнения производством процессе двигательных и управляющих функций такие роботы производятся на полном подвесном и протативным исполняемых то получили наибольшее распространение в машиностроительных и приборы приборостроительных отраслях до теперь следующие манипуляционные роботы манипулятор это механизм для управления пространственным положением орудий и объектов труда до виды движения это поступательные движения уголовные перемещения сочетание и взаимные расположения звеньев определяет степень подвижности а также область действий манипуляционной системы робота для обеспечения движения в звеньях могут использоваться электрические гидравлические или пневматические приводы до манипуляционные роботы частью манипуляторов является захватные устройства до наиболее универсальные захватные устройства аналогичные руке человека захват осуществляется с помощью механических пальцев для захвата плоских предметов используются захватные устройства с пневматические присоской для захвата множество однотипных деталей что обычно и происходит при применении роботов промышленности применяет специализированные конструкции вместо захватных устройств манипулятор может быть оснащен рабочим инструментов это может быть пульверизатор сварочная головка отвертка и так далее классы роботов мобильные роботы да это колесные шагающие гусеничные автоматическая машина в которой имеется движущие шоссе и автоматические управлениями приводами да классы роботов это пользующиеся плавающие шоссе и летающиеся да это у нас в виде изображен ползающийся в виде червя до изображен и плавающийся это у нас как в виде рыбки это летающий да как бы похож на это вертолета так современные роботы это нао потом айбо и асиму да три вида современных роботов показано следующий это у нас на но изображен на но робот это современные роботы да компоненты робота приводы этой мышцы до роботов в настоящее время самыми популярными двигателями приводах являются электрические но применяются и другие использующие химические вещества или сжатый воздух приводы у нас на экране показан изображение приводы законы робототехники закон робототехники айзек азимова да робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить чтобы человеку был причинен вред второй робот должен повиноваться повиноваться всем приз заказом который дает человек кроме тех случаев когда это приказ противоречит первому закону да третий работ робот должен заботиться о своей безопасности в той мере в которой это не противоречит первому и второму закону да это у нас законы робототехники айзека азимова законы робототехники в 1966 году в романе работ роботы и империя английском робот энд импайр азимов предложил нулевой закон нулевой закон это робот не может причинить вред человечеству или своим бездействием допустить чтобы человечеству был причинен вред робот не может причинить вреда человеку если только он не докажет что в конечном счете это будет полезным для всего человечества мехатроника мехатроника это у нас область науки и техники основанная на синегетическом объединении узлов точной механики область науки и техники основанная на синегетическом объединении узлов точной механики с электронным область науки техник основанная на объединении узлов точной механики с электронным, электротехническим и компьютерным компонентом. Мехатронная система – это у нас единый комплекс электромеханических, электрогидравлических, электронных элементов и средств вычислительной техники, между которыми осуществляется постоянный динамический или меняющийся обмен энергии или информацией, объединенной общей системой автоматического управления, обладающей элементами искусственного интеллекта. Мехатроника – это термин, введен в 1969 году японским инженером Тетсуру Мори, применительно к механическим системам с электронным управлением. Возникнув результат второй электронной революции, мехатроника являлась ответом на запросы практики, проявлений и резкий подъем производства микропроцессоров и больших интегральных схем существенно расширила возможность электронных устройств управления и позволяла при малых габаритах, высоких, надежности придать им какие-то новые свойства, функциональная гибкость, перестраиваемость в соответствии с требованиями к употребляемому механическому процессу. За время своего непродолжительного существования мехатроника проникла во все сферы человеческой деятельности. У нас в последние годы была предложена физическая трактовка мехатроники как средства принятия решения по управлению функционально-физических систем или как компьютерное управление и передачи физической энергии в управляемых технических системах. Здесь энергия вступает в качество количественной меры движения и взаимодействия всех видов материи, механической, тепловой, электромагнитной, ядерной, плазменной, гравитационной и т.д. Цель мехатроники состоит в соответствии с электронных машин и физико-технических систем и процессов различного назначения, обладающих качественно новыми функциями и свойствами. Предметом мехатроники являются методы и процессы проектирования и производства качества новых моделей машин на их основе интеллектуальных, исследовательских и промышленных, самоорганизующихся, самоуправляемых технических систем. Метод механики основан на системном счете. Таких ранее, например, естественно-научных и инженерных направлений, как точная механика, микроэлектроника, электроника, компьютерное управление и информатика на всех этапах жизненного цикла изделий. Основной методой мехатроники является синергетическая интеграция, объединение структурных элементов технологий, энергетических и информационных потоков для достижения единой цели. Синергетическая интеграция – это элемент при проектировании мехатронных изделий, основанных на трех базовых принципах. Это у нас реализация создаваемых изделий, минимально возможных числом структурных и конструктивных блоков. Следующий выбор интерфейсов – перераспределение функций мехатронной системы от аппаратного блока интеллектуальным. Развитие мехатроники осуществляется на базе объединения сведений из ряда разнородных и абсолютно обословленных областей. Считается, что результат их современного использования можно назвать истинным мехатроном только тогда, когда его компоненты образуют систему, обладающую принципиально новым свойством, которых не наблюдается у составляющих ее частей. Основной целью мехатроники как научно-технические дисциплины является разработка принципиально новых функциональных узлов, блоков и модулей, реализующих двигательные функции, которые используются как основа для подвижных интеллектуальных машин и систем. В связи с этим предметом мехатроники становятся технологические процессы проектирования и выпуска систем и машин, способных реализовать требуемый двигательный функционал, методологии, используемые в рамках мехатроники, опираются на взаимную интеграцию технологий, структурных элементов, информационных и энергетических процессов из целого перечня естественно-научных и инженерных направлений, информатики, точные механики, микроэлектроники, которые обладают различной физической природой и все вместе закладываются в основе мехатроники, ее междисциплинированную, дисциплинарную сущность. Таким образом, стремясь к систему подхода мехатроника, воплощает в себе переодоление классического научного принципа декомпозиции. Теперь мы на рисунке видим мехатронику, оно связано с электромеханикой, электроникой, микроэлектроникой, информатикой, информационной технологией, компьютерным системам управления, системой автоматизированного проектирования. Сегодняшняя тема была у нас история развития робототехники. Сегодняшняя тема подошла к концу. Для вас на экране вопросы для закрепления. Первый вопрос. Какие технологии повлияли на появление робототехники? Как назывался первый манипулятор и когда он был изготовлен? Какие функции роботов аналогичны функциям человека? Четвертый. Основные факторы повлияли на появление и развитие мехатроники? Чему учит наука микроэлектроника? Вот такие на эти вопросы вы должны ответить. Спасибо за внимание. Сегодняшняя лекция у нас подошла к концу. До свидания.